всем привет дорогие друзья вы на канале эти доктор с этого видео начинается маленький видеокурс по верстке вот этого макета он у меня в формате photoshop psd выглядит следующим образом довольно простенький но здесь можно посмотреть все основы и какие-то нюансы как вообще верстаются вот такие вот макеты мы это будем делать не классическим способом из photoshop в котором не очень удобно все это смотреть и из него верстать а более современным есть конечно же такие вещи как avocode figma adobe xd но я предлагаю использовать следующий вариант это сайт markup easy вы мне о нем тоже много раз рассказывали но я никогда него не доходил и сейчас я немного протестировал как здесь все устроено и мне очень понравилось особенно конечно же благодарность автору за то что он это разрабатывает бесплатно в основном для себя но конечно же и люди могут пользоваться это очень приятно давайте здесь сразу же перейдем на сайт зарегистрируемся и после этого входим на сайт под своим логином и паролем после этого у нас открывается вкладка проекты или же вот здесь можно это меню открыть если у вас вдруг другая страница нажимаем новый проект здесь вводим название и нажимаем создать после этого нам необходимо зайти в этот проект и добавить макет нажимаем добавить макет данный сервис работает пока что только с макетами psd поэтому для нас это идеально подходит выбрали нажимаем загрузить после этого у нас идет обработка нашего макета и сейчас здесь уже будет все доступно для нашей дальнейшей работы статус готов нажимаем на него и открывается у нас вот такой вот наш макет то же самое что и фотошопе но здесь есть свои дополнительные инструменты которые нам приверстки будут очень полезны колесиком мыши можно прокручивать вверх вниз какие здесь основные инструменты я бы выделил в принципе самые востребованные пипетка например очень удобно выбрать какой-то цвет и после этого как мы нажимаем левой кнопкой он сразу же копируется в буфер обмена и самое основное что я использовал пока пробовал этот сервис это информация о слое это у нас что-то вроде кода когда мы выбираем какой-то текст например или любой из этих слоев у нас здесь в этом разделе появляется css стиле который в принципе можно сразу же копировать а они практически здесь не требуют никакой доработки как вы видите здесь сразу указан шрифт размер и все следующие параметры которые относятся к вот этому тексту также например если нажимаем на изображение его можно скачать сразу же и не надо его как-то экспортировать из фотошопа просто берем и сохраняем с помощью пробел и левой кнопки мыши можно вот так вот двигать точно так же как фотошопе мы можем перемещаться по макету с помощью руки далее здесь есть вот такая вот вкладка информация здесь список всех шрифтов что конечно же очень удобно просто копируете название ищите и скачиваете его и список всех цветов тоже можно использовать если вы используете при процессор можно все цвета скопировать и создать переменные ну здесь практически все цвета это оттенки серого мы их будем добавлять по мере необходимости также у нас есть возможность включить и отключить направляющие чтобы посмотреть например какая здесь сетка и есть настройки в настройках в принципе я ничего не стал менять кроме плавающих стилей я их выключил если они включены как вы видите при наведении у нас появляется вот это вот окно в принципе можно и отсюда копировать но мне удобнее это делать из вот этого меню и также важно здесь следующее когда вы наводите на какой-то вот слой то есть вы его выбрали вы видите сейчас его размеры если мы нажмем control и где-то в статье то мы видим отступы до краев вот этого слоя на котором мы сейчас стоим то есть до его родительского если мы например наведем при зажатом control на вот этот текст то увидите отступы до этого текста то есть вот здесь сверху 4 пикселя и по бокам по 5 пикселей но это в принципе нам не важно нам важен только отступ по вертикали в такой ситуации и также например выделяем вот этот текст control на кнопку и видим что 43 пикселя между этими элементами это очень удобно поэтому основные здесь инструменты это control и наведение пробел и перетаскивание и вот это вот окно с кодом где можно все скопировать вот так сейчас мы за пять минут посмотрели этот сервис в принципе здесь все интуитивно понятно и просто разбираемся за считанные минуты и мы уже готовы к верстке а в фотошопе например если вы с ним не знакомы то нужно дополнительно какое-то изучение инструментов что где найти конечно же там не очень удобно это делать и он конечно не был для этого рассчитан поэтому не стоит слишком сильно на фотошоп в этом плане гнать как бы нужно использовать все инструменты для тех задач для которых они рассчитаны ну а теперь у нас уже есть макет есть базовые понятия о данной системе открываем редактор у меня это visual studio код и конечно же вам тоже рекомендую его использовать чтобы не было никаких вопросов и вы могли все сделать точно так же обычная установка у меня на канале есть плейлист по этому редактору где вы можете в принципе посмотреть дополнительные какие-то настройки расширение темы которые я использую и тому подобные вещи но сейчас здесь я вам покажу что потребуется при нашей работе самое основное это лайв сервер просто ищите вот здесь в поиске по названию лайв сервер и устанавливаете его вот здесь будет кнопка install также понадобится вот это вот расширение vs html to css как показано вот этой иллюстрации мы сможем скопировать html вставить его в css и у нас будет готовая структура наших классов в принципе все остальное мы использовать не будем для дополнительного комфорта я бы рекомендовал еще брекет пэйр колорайзет поставить для того чтобы фигурные скобочки у нас подсвечивались но это у нас будет в java скрипте и пока что сейчас на данной стадии это не понадобится также тема моя если вам вдруг она нравится называется ван монакай тем для того чтобы вы сразу знали какую я использую цветовую палитру но это индивидуальное дело поэтому решайте сами после этого переходим на вкладку проводника вот здесь нажимаем open folder и выбираем наш каталог в котором мы будем работать это пустой каталог пока что что я создаю я здесь нажимаю new file индекс html создается html файл после этого я нажимаю восклицательный знак и тап появляется вот такая вот структура базовая для нашего шаблона и это уже хорошо далее создаю здесь каталог css также понадобится и mg для изображений и понадобится js в дальнейшем для скриптов js у нас зашел в изображение давайте его вот так вот вытащим также создадим здесь фонс тут у нас будут наши шрифты находиться в каталоге css нажимаем правой кнопкой new file создаем style css здесь мы будем писать наши стиле давайте сразу же их подключим чтобы потом не забыть пишем link tab и вот здесь вот указываем наш путь к нашему файлу выбрали все отлично у нас теперь давайте сразу же подключим наши шрифты шрифты я скачал все и прикреплю в описании под видео в архиве вместе с макетом вы сможете это все скачать но в том случае если у вас например какой-то другой макет и вы хотите найти шрифты я показывал способ как это сделать фотошопе с помощью дополнительного скрипта и вот здесь в этом сервисе тоже есть такая возможность можете эти шрифты вычислить и скачать после этого у нас есть вот такой вот каталог со шрифтами вот они все здесь находятся и нам нужно сделать следующее нам нужно все эти шрифты подключить давайте я их отсюда сейчас вырежу и вставлю вот сюда в папку fonts в редакторе мы сразу видим что вот они у нас шрифты появились теперь нам нужно их подключить файл style css переходим сюда и делаем следующее нам нужно скопировать конструкцию font face заходим на любой сайт который находите самый первый и берем вот отсюда следующую конструкцию давайте даже возьмем вот так целиком весь этот код и сейчас я покажу вам что нам потребуется вставляем сюда и делаем следующие манипуляции здесь нам нужно указать формат формат который у нас используется в шрифте и его название я выбираю переименовать копирую вставляю вот сюда его название и нужно указать путь к этому шрифту так как мы сейчас находимся так как мы сейчас находимся в папке css нам нужно сначала выйти на директорию выше мы пишем две точки слэш и видим следующие каталоги нам теперь нужно уже зайти в fonts и выбрать вот этот наш шрифт самый первый путь мы к нему прописали формат мы пишем отф так как у него такое расширение и все вот это мы удаляем оставляем здесь только точку запятой в конце отлично название мы прописали путь мы прописали и использоваться это будет следующим образом мы вот это название будем указывать здесь и у нас наш шрифт будет работать давайте сейчас сохраним создадим здесь тег p напишем какой-то текст и теперь нам нужно открыть наш сайт чтобы это сделать мы можем выбрать наш индекс html и открыть с помощью любого браузера или два раза нажать на него или же использовать наш плагин live server который я вам показывал что у меня установлен вот этот вот и мы делаем следующее нажимаем на наш индекс html правой кнопкой мыши open with live server у нас загружается локальный сервер и вот вы видите у нас появляется наш текст который мы написали теперь мы можем сделать вот таким вот образом на две половины здесь пока что все свернуть и посмотреть что у нас произойдет если мы например вот этот код уберем я его комментирую с помощью control вы видите стандартный шрифт у нас такой открываем обратно и у нас шрифт действительно меняется то есть наша конструкция работает и также важно что live server как вы видите сам обновляет страницу то есть если я здесь напишу сейчас какой-то текст и просто сохраню страницу у меня здесь все автоматически обновляется и я сразу же вижу результат для этого мы его и установили теперь мы сделаем следующее мы скопируем все это и подключим все остальные наши шрифты я сейчас прописал все эти шрифты вы же сделаете то же самое и главное учтите что здесь шрифты должны совпадать по формат то есть путь обязательно внимательно меняйте и формат также указывайте у нас есть отф и ттф например чтобы не было каких-то путаниц далее я добавил вот такой код в комментарии он нам понадобится чтобы при необходимости его отсюда копировать и указывать нужный шрифт для нужного текста и сейчас в принципе можно убедиться в том что у нас все действительно работает я написал вот такую вот конструкцию сейчас просто для проверки и подключил все эти шрифты для разного текста это обычные заголовки здесь суть именно в том чтобы проверить через инструменты разработчика которые открываются через f12 мы можем пробежаться по всем вот этим нашим элементам и видим что шрифт наш вроде как применился с виду конечно же он довольно похож друг на друга но если мы посмотрим на макет то тоже видно что шрифт очень похожий там уже дальше на ситуации будем смотреть если вдруг у нас что-то действительно некорректно подключилось то будем исправлять а сейчас же пока на этой стадии все выглядит правильным поэтому мы закрываем вот эти лишние страницы здесь убираем лишний код оставляем вот эти комментарии для подсказки для того чтобы потом копировать себе и в html тоже нужно удалить весь лишний вот этот вот код также я здесь нажимаю alt z чтобы у меня переносился код на новую строку теперь можно считать что наши подготовления завершены и мы готовы полностью к верстке шрифты у нас подключены остается брать макет и делать этим мы займемся в следующем видео а пока подписывайтесь оценивайте видео комментируйте и до скорых встреч до встречи